Добрый день, друзья! Это канал Диктатура Закона и сегодняшний выпуск будет посвящен разъяснению состава одного из самых тяжких преступлений против личности и самого опасного полового преступления. А в уголовном праве это закреплено статьей 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Оно заключается в половом сношении с применением насилия, либо с угрозой применения такого насилия к потерпевшей, либо совершается с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Всем давно понятно, что насильники, педофилы и подобные негодяи не заслуживают никакого уважения. Им нет места в нашем обществе и такие люди должны быть непременно изолированы от нашего населения. Но что делать, если женщина спровоцировала такой инцидент и имитирует износирование с целью получения выгоды? А что если женщина не врет и просто не может доказать совершенное преступление? Друзья, давайте разберемся вместе, где начинается терпение и заканчивается преступление. Поехали! Итак, друзья, это преступление посягает на половую свободу женщины. Об отсутствии воли свидетельствует ее определенно выраженное несогласие в близости с партнером и ее активное сопротивление. При этом не имеет значения, какой моральный облик у жертвы. Преступление может быть совершено и в отношении проститутки, и в отношении сожительницы, и даже жены. Наш уголовный закон охраняет половую свободу любого человека, вне зависимости, как оно эту половую свободу использует. Это точно. Обязательным признаком изнасилования свидетельствует применение насилия. Насилие должно быть физическим и должно воздействовать на человека. Запомните, друзья, что насилие при изнасиловании должно быть столь интенсивным, чтобы оно могло преодолеть действительное, а не мнимое сопротивление потерпевшей. Это означает, что нельзя признавать изнасилование, когда женщина не оказывает реального сопротивления, а только выражала несогласие с действиями сексуального партнера. Насилие при изнасиловании всегда выражается в причинении различной степени вреда здоровью, побоев, причинении боли, ограничении свободы, связывании, сдавливании шеи жертвы. То есть любое физическое насилие, которое помогает сломить сопротивление женщины. Ключить такое несчастье назревает вопрос стыда и позора перед близкими, друзьями и коллегами. Только по этой причине все судебные процессы по данной категории дел у нас проходят в закрытом режиме. Но порой для жертвы и этого бывает недостаточно, потому как досудебное расследование проходит достаточно громко. Поэтому бедные девушки не обращаются в полицию по таким фактам домогательств. Но все-таки, если эти выродки посягнулись на вашу честь, в первую очередь необходимо сохранить следы преступления. А речь идет о биологических следах. Второе. Порванная одежда, ссадины, синяки, кровоподтеки, ногтевые срезы. Не меняйте одежду и не принимайте душ, поскольку таким образом вы уничтожите следы преступления. Это означает, друзья, что от качества проведенных неотложных следственно-оперативных мероприятий зависит качество доказательственной базы в суде. Поэтому чем скорее вы обратитесь в полицию, тем легче будет доказать вину преступников. И тут, друзья, я вам раскрываю небольшой юридический лайфхак. Даже если насильники признали свою вину, вы должны настоять на том, чтобы провели судебную молекулярно-генетическую экспертизу, так как микрочастицы всегда остаются на одежде жертвы. Между тем, изнасилование может быть совершено с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Это состояние, когда жертва не осознает характера совершаемых с ней действий, и поэтому не могла оказать сопротивление насильнику. Например, болезнь, потеря крови, престарелый возраст или вследствие каких-либо физиологических недостатков. Различают и психологическую беспомощность, которая выражена в обмороке, алкогольном опьянении, слабоумии и малолетнем возрасте. Не может быть преступление, признанное изнасилованием, которое совершено с угрозой уничтожения имущества и угрозой распространения позорящих сведений о потерпевшей, то есть используем шантажа. Считается, что угроза совершить указанные действия не ставит женщину в беспомощное состояние, так как у нее остается время для принятия мер по самосохранению и прибегнуть к помощи окружающих. Ну и в заключение, друзья, хотели бы выразить свое субъективное отношение к такому виду преступлений. Совсем недавно вынесено частное постановление в адрес межведомственной группы при Генеральной прокуратуре по инициированию внесения изменений в Уголовный кодекс в части ужесточения наказаний по статьям 120, 121, 122, а также 123 статьи Уголовного кодекса, перевода преступлений в категории тяжкие, а также исключение применения статьи 55 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По нашему мнению, на данном этапе делать это еще рано. Закон уже предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы. Теперь же усиливать нужно не статью в Уголовном кодексе, а усиливать нужно сектор следователей и органов предварительного расследования. Качество расследования уголовных дел не то чтобы повышается, оно стремительно падает вниз. И будет очень обидно, когда ответственность за изнасилование будет усилена по делу, которое вернули на дослед из-за необъективности расследования. На этом все, друзья. Воспитываем деток правильно и искренне желаем, чтобы статья по изнасилованию вышла из разряда коммерческих и расследовалась специальными прокурорами. Это был наш субъективный обзор на тему по изнасилованию. С вами был Кайрат, Жасулан. Всем огромной удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok